Поймем ли мы сегодня слезы Господа или не поймем, но тем не менее хотелось бы сегодня об этом говорить. Итак, Иван говорит, Луки 19 глава, 41 стиха, ниже несколько стихов. И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем. И сказал, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Братья и сестры, слова эти преднадлежат самому Господу. Если мы понимаем, что пророки говорили, и слово сбывалось, тем более, когда сам Бог сказал эти слова и сказал со слезами. Я часто думал, почему тот, которому повинуется вся вселенная, не смог открыть глаза народу этому. Почему он сказал, что это удержано сегодня, это сокрыто сегодня от твоих глаз. Где причина, в ком она? И поймите, причина не в Господе. Если мы будем сегодня честны и откровенны перед своей совестью, то причина в нас. Господь сотворил человека со свободной волей. И своей волей он не давит на нашу волю. Он дает возможность, чтобы мы осознанно поняли, правильно поняли, и добровольно могли бы принять или не принять его волю. Это наше право. Причина в том, что народ не хранил его слово, как братам было сказано. Храм был в запустении. Народ не помнил это. И в этом вся причина. И потому они пропустили это время. Мы сегодня с вами живем уже две тысячи лет спустя тех событий. И если мы сегодня не храним его слово, и оно не пребывает в нас и не живет в нас, пропустим самое ценное, дорогое. И останемся в числе неразумных, о которых Христос сказал прежде о десяти девах. Я хочу сегодня вместе с вами поделиться о четырех состояниях нашего сердца. Мы часто думаем, что раз мы верующие, идем за Господом, то все у нас прекрасно. Мы молимся каждый день. Мы поем здесь на служении. Мы поклоняемся, приносим его жертву. Но и раз не замечаем слез нашего Господа. Хотелось бы, чтобы мы увидели. Когда мы проходим мимо человека, который плачет, и мы не знаем причины, наверное, мы не пройдем мимо равнодушно. Мы подойдем и спросим, слушай, что ты плачешь? Могу ли я помочь чем-то? Наше сердце неравнодушно. Но никто Господу не задал этот вопрос, когда он ехал на осленки. Хотя бы подошел любимый ученик и спросил, Господи, что ты плачешь? Никто не понял этого. Никто, к сожалению. А он плакал. Я знаю, что, по крайней мере, знаю три события, когда Господь плакал. Он плакал у гроба Лазаря. Он плакал. Он плакал здесь, Аберусалиме. Он плакал. И апостол Павел говорит, в Гефсимании сильным воплем и со слезами. Он плакал. Принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Он плакал. Возможно, и сегодня, смотря на меня, или на кого-то из нас, он тоже прослезится и скажет, и сегодня ты не понял, что служит к миру твоему. Итак, братья и сестры, слова Господа. Что служит к миру моему и миру вашему? Пройдет праздник, а мир я не получил. Подойдет Пасха, а мира нету. Я ушла или ушел со служения, какой был, такой и есть. Радует ли это состояние Господа? Думаю, что нет. Итак, три события, вернее, четыре состояния сердца, как я сказал в начале. Хочу сегодня остановиться на них. Первое. Евангелие от Иоанна, читаю 19 главу. Несколько первых стихов, о них сегодня было уже прочитано. И когда приблизился к Вифаге и Вифане, к горе Елеонской, послал двух учеников своих, сказал, пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого сла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого сла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка. Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, накинув одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, посылали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к пуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радость и велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава у вышних. А некоторые фарисеи среди народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, камни возопьют. Братья и сестры, слава Господу! Первое состояние, когда мы идем с горы. Когда в нашей жизни все прекрасно. На работе прекрасно, хорошо нам дали повышение, зарплата хорошая. Дома прекрасно, дети не больные. Все прекрасно, все устроено материально. В церкви прекрасно понимают. И все у меня очень хорошо. Я иду за Господом, славлю Его имя, я Его поклоняюсь. Это путь с горы. Это состояние, когда я славлю Его. Когда я радуюсь Ему. Но когда я до конца не понимаю это все. Господь почему-то, как я сказал вначале, заплакал. Ученики славят во весь голос. Народ славит во весь голос. Идут за Ним, идут с Ним. Он на сленке, одежды посланы, ветви посланы по дороге. Его так никогда не встречал Иерусалим. Его так больше никогда не встретит Иерусалим. А он идет. Едет, простите, едет на сленке и плачет. Состояние, когда мы с Господом и у нас все хорошо. Это одно состояние. Но заметьте, как я сказал, почему же все-таки ученики до конца не поняли, почему до конца не славили, как должно. Евангелист Иоанн об этом немножко говорит. 12 глава. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано. Не бойся, через Сионова сеть, царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого. Но, когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Слушайте, ученики не поняли происходящего. Как так? Они три с половиной года с ним, они идут за ним, они говорят, что ты сын Бога живого, исповедуют, но не понимают происходящего. Они воскресают Осана сына Удавидова, но ум отключен, не понимают. Сердце закрыто, а уста произносят, а Господь слышит, а Он видит сердце. Закрыто о нем. Братья и сестры, знаете, причина в чем? Слово Его не хранили в себе. Израиль в этом допускал серьезные ошибки. Я пришла к книгу пророка Захарии, когда об этом Захария раньше говорил, об этом событии, и они должны были помнить, но, простите, забыли. Девятая глава книги пророка Захария, девятый стих. Ликуй от радости червь Сиона, торжествуй червь Иерусалима, себе царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле и молодом осле и сыне под еремной. Об этом сказал пророк, об этом говорил, говорилось в синагогах, но постольку, поскольку забыто все. Причина, когда в моем сердце нет мира, когда я пропустил время посещения моего, незнания слова его. И Господь не заставит вас изучать его слово, он предложил. Это причина во мне. Хочу я знать, учи, исследуй, занимайся, молись. Но, увы, ученики потом вспомнили, когда он уже прославился. Больше того, братья и сестры, приведу еще два примера. Книга Судей, восьмая глава. Когда умер Едеон, сыны Израилева опять стали блудно ходить вслед Ваалов. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Саваофа, Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружающих их. Слышите? Не вспомнили и стали ходить так, как захотели ходить. В чем причина? Опять в Господе? Нет. Слово его не пребывало в них постепенно, шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Все забыли. В книге пророка Нееме в 9 главе, в 17 стихом, там Нееме оплакивает состояние народа. И говорит, сыны Израилевы не вспомнили всех чудес твоих, которые ты творил для них. Когда ты избавлял их, не вспомнили. Братья и сестры, оказывается, в общем, что проблема. Я сейчас желаю еще одно место напомнить. Иван Гриат Иоанна, 2 глава, несколько стихов с 15 ниже. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и волов, и деньги у миловщиков рассыпал, а столы их опрокинул, сказал продающим голубей. Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность о доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать. Иисус сказал им ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову его. Но, братья и сестры, несколько раз я прочитал Слово Израиль, забыл, не вспомнил. Ученики ту же самую допускают ошибку. Не вспомнили. Если я не помню, если вы не помните, в ком причина, скажите, пожалуйста. Скажите, дорогие, в чем причина? Я забыл сегодня почитать Слово Божие. А ты все остальное не забыл? Да нет, не забыл. Нет нужды мне в этом, потому я не читаю его. Потому и не помнишь, потому и не знаешь, потому и пропускаешь время посещения твоего. Вот почему Израиль пропустил. Вот почему ученики неосознанно славили Господа. Они не поняли вначале ничего, а потом вспомнили. А также в нем было написано раньше. Захария же писал. Забыто всеми. Братья и сестры, Израиль забыл, а потому в храме сегодня торговля. Потому сегодня в храме состояние, которое не устраивает Господа. Итак, дорогие мои, первое состояние, когда мы с вами идем с горы. Идем за нашим Господом, идем с Ним. Славим Его, ликуем Его. Правда, неосознанно. Но Господу приятно хотя бы, чтобы мы хоть это делали. Может быть, потом мы вспомним. И поймем, что мы неправильно служили Ему и неправильно славили Его и поклонялись Ему. Второе состояние – это когда мы идем уже в противоположном направлении. Читаю Евангелие от Матфея, 26 глава, несколько стихов, 29-го. В предисловии я скажу несколько слов. Христос знал, что подошел час Его. Он совершает в горнице с учениками вечерю, преломляет хлеб, благословляет вино, раздает ученикам. До этого Он сказал, что один из вас предаст Меня. Ученики опечалились, друг на друга смотрят, озираясь. Но Он совершил все это. И слушайте последние Его слова, что Он сказал им. «Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в сад святца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Буквально три дня они шли с горы Елеонской. Они славили Его во весь голос. Сейчас у них другая дорога. Они идут на гору Елеонскую. Братья и сестры, идти с горы и идти на гору не одно и то же. Когда в нашей жизни проблемы, трудности, кому только мы не звоним, сколько только, может быть, мы не молимся. Мы же ищем с Господом, идем за Ним, понимаем Его волю. Они не сами пошли. Он их позвал на гору Елеонскую. Он предложил им пение, идти на гору и петь. Знаете, нелегко это все. Я в жизни своей когда-то, помня это событие, шел на гору, там еще живя в Союзе и пробовал петь. Трудно очень. Один-два куплета спел и дальше уже не мог. Да, подъем, гора, нелегко. Братья и сестры, но когда мы с вами понимаем одно, что пение дает нам силы, пение дает нам энергию. Приведу один пример. Может быть, сестры не совсем меня поймут, а братья, думаю, поймут. Почему я так говорю, когда-то помню по боевой тревоге, еще служа в армии, нас подняли в 2 часа ночи. Мороз 30 градусов на улице, полное обмундирование, и мы в тайгу брошены. И все отмерзло, руки, ноги, ничего не чувствуешь. И офицер сзади говорит, рота, запивай. Какое петь, когда уже все замерзло? Запивай три раза, сказал. И солдаты запели, согрелись. В пении, в мороз согрелись. Знаете, попробуйте, когда вам очень трудно, попробуйте петь, это дает вам силы. Ученики запели, когда шли на гору. Господь знал, что Он идет на самое великое дело на земле. Он знал, что подошел этот час. Он знал, что они там заснут. Он все это знал. Идут по дороге, поют, потом на каком-то интервале прекратилось пение. И Он говорит им о том, что с ним будет. А Петр начинает клясться и божииться. Господи, ну если все отвлекутся, то я никогда. Все это по дороге на гору. Но когда пришли в Гепсиманский сад, это все было на Ерегонской горе. Пришли в Гепсиманский сад, Он попросил побыть здесь. Некоторым взял с собой троих, отошел. И затем от них немножко отлучился, небольшое расстояние. Пал на лицо свое и молился. Братья и сестры, а все спят. Все до единого. Он их три раза будил. Что их утомило? Скажите, пожалуйста, что их усыпило? Почему они забыли слово Господа? Поражу пастора, рассею и словом сестада. Не помнили слово его. Не изучали, не пребывало слово его в них. А потому забыли. А потому спят. Закончится это все тем, что придет Иуда. Христос их разбудит. Возьмет их с собой. Иуда знал это место, потому что, написано, Христос часто там был с учениками своими. Он придет, и все до единого разбегутся. Братья и сестры, дорога на гору, эта дорога тяжелая. Здесь нужна особая сила у Господа. От Господа получать ее, молиться, пребывать, просить помощи, чтобы церковь молилась, поддерживала. Но, увы, никто не просил. Они подумали, что они пройдут. В нашей жизни подобные ситуации. Когда мы идем с горы, когда мы идем на гору. Братья и сестры, бывает и другое состояние. Тоже написано в Евангелии, тоже написано, связанное с Елеонской горой. Знаете, я часто, когда готовился к этой мысли, думал, почему Господь избрал Елеонскую гору своим местом, где он часто проводил с учениками время, где он часто молился своему отцу. Почему это место ему понравилось? Может быть, что-то мы извлечем из этого? Иерусалим его не принимал. И он шел туда, где мог уединиться, на этой горе. Он часто, очень часто там был. Если мы не поймем сегодня гору Елеонскую, не поймем слезы Господа, не поймем, что он шел из горы и на гору именно там, то наша жизнь тоже будет такой же серенькой, как она была до этого. Когда мы поймем и пройдем этот путь, мы поймем, что на самом деле в жизни нашей воля Его, чтобы мы, если иногда идем с горы, то могли бы подниматься и на гору. И могли бы понимать, что на этой воле Его. Третье состояние, когда Господь сказал, что Он идет к Отцу Своему. В Евангелии от Иоанна, я желаю прочесть из 16 главы, несколько стихов, с 5 стиха. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что сказал Я вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Христос накануне всего этого сказал ученикам вот эти слова. Знал, что Он все совершил на земле. Знал, что Ему пришло время уходить к Отцу. И Он говорит ученикам своим. Братья и сестры, когда нам самые дорогие и близкие говорят, что мы уезжаем в другой штат, в другой город, или вообще в другую страну, они для нас дороги, мы с ними много времени провели. Знаете, нам, наверное, неприятно. И мы говорим, ну, может быть, пересмотрите свои планы. Да нет, нам надо. И на самом деле мы какую-то печаль переживаем. Переживаем ее на самом деле. Ученики пережили вот это состояние. Христос говорит, «Я иду к Отцу Моему». И об этом мы читаем в Евангелии от Луки в 24 главе, когда Он возносился с горы Елеонской. Он туда возьмет своих учеников, Он приведет их туда, несколько слов скажет им, и потом отдалится от них. Читаю последнюю 24 главу 48 стиха. «Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании. «И подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Евангелист Лука в Деянии апостолов ту же самую историю описывает немножко другими словами. 10 стиха прочитаю с первой главы. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. Опять та же гора, опять тот же Господь, те же ученики, но другое состояние. Если они там шли на гору, с ними был Господь, если они там уснули, то Он их будил, Он охранял их покой, Он беспокоился о них, то сегодня другой час, Он оставляет их на земле, несколько слов говорит завещание, и Он сказал, что мне пришел час вознестись к Отцу моему. Состояние печальное. Братья и сестры, как бы мы ни смотрели бы, ну печальное состояние учеников. И сказал это, написано, поднялся в глазах их, благословляя их. Руки Господа простерты над учениками, над этой горой, Он все выше и выше, и выше, пока облако в облаках не скрылся. И написано, облако взяло его из вида их. Они так по-прежнему смотрят на небо, но его уже не видят. Что мы делаем тогда, когда из зора нашего Христос исчезает? Братья и сестры, наше состояние с вами. Нам хорошо кричать оса на сыну Давидову, нам хорошо быть с ним, но сейчас он ушел. Что делать? Помните, когда-то Бог оставил Езекию на короткое время, на короткое время, чтобы испытать, что в его сердце. Послы пришли с Вавилона. И он там начал им рассказывать, какой он хороший, какой он умный, какой он способный. Все показал, что ценно было в его глазах. Им. Господь на мгновение оставил и как плоть взяла вверх. Но хорошо, что ученики смотрели на небо. Смотрели, продолжали стоять. И ангелы явились. Два ангела, которые сказали, мужик галилейский, что вы стоите и смотрите? Братья и сестры, я не знаю, это те были ангелы, которые у гроба сидели тогда, когда он воскрес, не знаю. Но это были те ангелы, которые посланы были, чтобы успокоить учеников, чтобы сказать им нечто, чтобы они от этой печали уже возвратились в Иерусалим с радостью великою. Чтобы они остались в Иерусалиме и уже не рассеивались. Чтобы они пребывали и ждали обещанного от Отца. Это опять же забота Господа. Если Он оставил их, если Он пошел на небо к Отцу, то Он сказал, я не оставлю вас. В лице ангелов Он беседовал с ними. И они на самом деле были утешены. В состоянии, когда на самом деле мы переживаем печаль, молимся, просим, а Господь исчел из нашего вида. Но Он посылает через Слово свое утешение. Пребывайте в Слове Его, и тогда у вас печаль уйдет вся. И четвертое состояние, может быть, последнее состояние, тоже связано с горой Иллионской, когда наш Господь Иисус Христос вновь придет. Вновь придет на эту землю, чтобы взять церковь свою, чтобы избавить народ свой израильский, хотя тот не принял его, хотя тот не узнал времени посещения его. Но вместе с тем Господь остается верен Своему Слову и благ Своему народу. Время ожидания или состояние ожидания. Состояние ожидания церкви, состояние ожидания меня, состояние ожидания ваше. Книга пророка Захария, 14 глава. «Вот наступает день Господень и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчащены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед Иерусалимом к востоку. Место, которое избрал Господь, чтобы говорить со Своим народом, опять остается тем же самым местом. Гора Елеонская, туда придет Господь. Братья и сестры, часто мы смотрим на эту гору в нашей жизни, часто ли мы ходим по этой горе, часто ли мы ходим вниз или на подъем, часто ли мы слышим Его Слово, которое Он там говорил ученикам Своим, или там же их будил. Если наше сегодня присутствие не на горе Елеонской, а там, где Христос сказал верте про сбойников, где Он выгонял, то причина не в нашем Господе. Мы не поняли Его слез, которые Он проливал, въезжая в Иерусалим. Не поняли, к сожалению. Пусть Господь поможет нам сегодня понять, если мы идем с горы, то радуйтесь, что ваша сегодня дорога с Ним, и вам сегодня легко. Если Он ведет сегодня на подъем, и у вас большие сложности и переживания, и слезы каждодневные, знайте, что это Его воля, Он ведет вас туда. Если вы сегодня не видите Его, потому что слишком высоко ваше горе, Он исчез из вашего вида, знайте, что в Слове Его вы можете найти мир и покой. Самопевец говорит в 118-м Салме, 165-м стихом, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им ни в чем преткновения». Братья и сестры, давайте поймем одно, что для нас сегодня оставлено Его Слово. А в этом Слове наш Господь, как утешение наше и как мир наш, пусть Он нам сегодня поможет на самом деле в ожидании Его пришествия знать и помнить, что скорби чрезмерные не будут, что ноги Его коснутся этой планеты, этой земли. Сказано это, я говорю образно сейчас, но на самом деле это так будет, что Он сегодня с нами, что Он сегодня нас успокаивает. Если Он сегодня и скорбит и плачет, то причина во мне или причина в тебе. Давайте эти причины с Его помощью искоренять. Давайте жить Его Словом, давайте дорожить Его Словом, чтобы не пропустить время посещения Его. Пусть за это Ему будет сегодня слава, что Он нас сегодня учил и вразумлял. И мы после всего этого давайте склоним наши колени и помолимся Его и поблагодарим Его. Аминь.